Нет необходимости создавать новые карьеры Нет необходимости взрывать или дробить каменный материал Автомобильный транспорт карьерных материалов не требуется и миллионные тонны СО2 больше не выбрасываются в атмосферу Стабилизация, основанная на полном повторном использовании грунта, является инновационной и революционной технологией Стабель Реут Многие дорожные строительства не нуждаются больше в новых дорогих карьерных материалах В технологии Стабель Реут используется только существующий грунт, смешанный с цементом и с добавкой Стабель Реут Сначала при необходимости естественный поверхностный слой уплотняется до необходимого уровня Перерабатывается максимальное количество местного грунта, а также битого асфальта, если таков имеется Теперь цемент перекачивается из цистерны для налевого цемента в распределитель цемента и будет распределяться автоматически и равномерно в желаемом количестве на квадратный метр на основе лабораторного отсчета Одновременно разбрасыватель Стабель Реут заполняется добавкой Стабель Реут Сразу же после этого специальный распределитель распределяет в предписанной лаборатории необходимое количество добавки Стабель Реут на цементный слой Затем, толкая цистерну с водой в передней, перемещается грунтосмеситель, который смешивает существующий грунт с цементом и Стабель Реут вместе При смешивании автоматически добавляется оптимальное количество воды, указанное в лабораторном отчете Смешивание происходит на заданную глубину Этот мощный стабилизатор перемешивает почву своими фрезерно-смесительными ротором на максимальную глубину 55 сантиметров Только существующий грунт смешивается с цементом и Стабель Реут Дополнительные карьерные материалы не требуются Рабочая ширина 2 метра 40 сантиметров Грунтовый каток с кулачковым вальцом весом в 20 тонн затем используется для уплотнения смешанного и основного слоя Уплотнитель сначала использует режим вибраций и постепенно приключается на нормальный режим Вслед за катком грейдер движется по утрамбованной поверхности и придает дороге необходимые углы и наклоды После грейдера сразу же идет каток с двумя катками, который окончательно уплотняет грунт Наконец следует пневматический каток с резиновыми колесами, чтобы придать поверхностный гладкий и окончательный вид В зависимости от наружной температуры новый затвердевающий грунт нужно поливать, чтобы предотвратить его слишком быстрое высыхание Поэтому следующие 2-3 дня надо держать новую поверхность влажной с помощью поливочной машины Асфальтировать верхний слой необходимо всего 4-6 сантиметров Через 28 дней образцы высверливаются из стабилизованного грунта и отправляются в лабораторию для проверки полученной прочности нажатия Стабилизированная дорога может быть открыта для движения через 24 часа после проведения работ Теперь можно строить высокопрочные дороги из переработанного грунта на очень высоких скоростях до 2 км на ширину полосы в день Конечным результатом является ровная и однородная переработанная почва, которая в процессе гидротации образует новую структуру, напоминающую бетон Благодаря добавке стабильраут повышается прочность нажатия и несущая способность грунта При этом сохраняется эластичность и он становится полностью водо- и морозостойким на несколько десятков лет Стабильраут – экономически и экологически правильное современное решение в дорожном строительстве, отвечающее мировым стандартам качества и производительности Дороги теперь экологически чистые и имеют более длительный срок службы Продолжение следует... Продолжение следует...